Библейский портал экзегет.ру представляет Здесь мы читаем о чуде нашего Господа, исцеления прокаженного. Но любое чудо – это всегда косвенные свидетельства о божественном достоинстве нашего Господа. И важно то, что Христос через чудеса очень часто свидетельствовал устами других людей, то есть объективно о себе, как о Боге. Где мы можем увидеть здесь свидетельства о том, что Господь равночестен Отцу? Прокаженный, кланяясь к Христу, говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Мы видим именно, как поставлен вопрос. Прокаженный не говорит, очисти меня, или помолись, чтобы Бог очистил меня. Но все придает воле самого Христа. В вопросе, в этой просьбе, мы видим, уже звучит уверенность в том, что Христос может все. Остается только за его валением дело. Если хочешь, можешь меня очистить. И Господь, по сути дела, поддерживает такую постановку просьбы, простирая руку, касается его и говорит, хочу очистить. Тотчас очищается больной от проказа. Очень важно здесь сказать именно о том, что прокаженный, конечно, нарушил закон. Нарушил ветхозаветный закон, который запрещал прокаженным входить в людские селения. В данном случае они должны были жить в отдельных местах. Они должны были носить, приближаясь к человеческому селению, на себе особое рубище, особые колокольцы, которые бы извещали людей о том, что приближаются к ним прокаженные. Но он входит в людское селение, он подходит ко Христу. И Господь именно поэтому в данном случае, если бы мы посмотрели в Евангелие от Марка, посмотрел строго на этого прокаженного, больного, но потом его исцелил. И добавляет очень важные слова. Во-первых, смотри, никому не сказывай. Почему Господь заповедует этому человеку не говорить никому о том, что ему сделал Иисус? Вот здесь толкователи подсказывают нам, что эта заповедь предостерегает исцеленного от тщеславия. В чем дело? Дело в том, что человек, рассказывая часто о том, что совершил ему Бог, может быть, поначалу действительно прославляет Бога, но потом чаще всего оказывается так, что в рассказе такого исцеленного на первое место выступает достоинство человека, который по своим заслугам заслужил того, что Господь обратился к нему и совершил какое-то исцеление. А дальше Христос говорит, пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей. Но в данном случае эту заповедь, которую предписывал Верхий Завет, необходимо было исполнить. А Христу об этом сказать было необходимо, чтобы засвидетельствовать, что он не является нарушителем закона. Он пришел его исполнить, как истинный Мессия, поэтому просит показаться священнику прокаженного. А священник, в свою очередь, должен был засвидетельствовать перед людским обществом, что прокаженный избавился от проказа и принести дар, жертву Богу, за то, что над ним было совершено, какое повелел Моисей, во свидетельство им. Вот эти слова, во свидетельство им, не так просты, в принципе, для понимания, кому им и что это за свидетельство. Святитель Азлатоуст, рассуждая над этими словами, полагает, что Христос совершает это чудо, во свидетельство фарисеям, которые наблюдали уже за ним в это время и старались развенчать его в глазах народа, как истинного Мессию. Как бы так, говорит Златоуст, этими словами прокаженного Христос спросит, «Когда я предстану пред судом нечестивых людей, сосвидетельствуй о мне, что я не нарушал закона». Такой смысл этих слов. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой, лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздороветь слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал, «Идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока, с запада, возлягутся в Рамом, и с Аком, и Аком в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут вон, во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его». Вот здесь очень важно нам определить, в чем достоинство веры римского сотника. Во-первых, мы должны сказать о том, что если это сотник, сотник значит это язычник. Дело в том, что в Каперлоуме, в эпоху Креста Спасителя, был раскортирован один из римских легионов. И сотник в данном случае, то есть тот, кто командовал сотней солдат. Но в данном случае важно другое. «Подвластный человек, — говорит он я, — но имею у себя в подчинении воинов, говорю, иди, идет, другому приди, и приходит». В данном случае, сказав о себе сотник, что он подвластный человек, он тем самым свидетельствует, что перед ним стоящий Иисус, «не подвластный человек, не подвластен никому только Бог». То есть уже этими словами сотник исповедует Господа истинным Богом. Но с другой стороны, он открывает и свою веру. Вера, которая приводит в духовный восторг Бога человека, не случайно он говорит, что «истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». В чем эта вера заключалась? Ну вот, именно отправляясь от тех слов, которые произносит сотник, и говорю одному «иди, идет», другому «приди, и приходит», мы должны, наверное, здесь сказать о том, что для сотника, подобно тому, как его слуги, его рабы исполняют его поручения, рабы Христовы точно так же будут исполнять его поручения. Но тогда вопрос, кто эти рабы Христовы? По всей вероятности, это жизнь, смерть, болезни. Если Христос скажет «жизни, приди», она придет. Если скажет «смерти, уйди», она уйдет. Христос приходит в духовный восторг именно по этой причине. По причине того, что его сотник исповедует истинным Богом. Но Господь оттеняет здесь другой момент, который есть только в Евангелии от Матфея. «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягутся в Рамом, Исааком и Аком в Царстве Небесном, а сныцарства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». О чем эти слова? Ну, наверное, эти слова о том, что, подобно тому, как сыны Израилевы очень увлеклись законом, исполнением заповедей механических, которые никак не изменяли их сердце и положили, пожалуй, самое главное, чтобы эти заповеди были исполнимы, они просмотрели самый главный приход сына человеческого в мир и тот дар спасения, который Он принес. Господь предупреждает нас, чтобы мы не увлекались внешним, чтобы мы не увлекались обрядом, а обязательно действия обряда направляли на изменение своего сердца. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ей, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Вот здесь, в данном случае, слова евангелиста Матфея об исцелении тещи Петровой. Пожалуй, первое, о чем мы можем сказать, о том, что Петр имел тещу, значит, соответственно, и жену. Но вопрос, который пытаются многие разрешить, была ли эта жена жива, был ли Петр женат, или в этот момент уже был разведен, нам Евангелие об этом не говорит. По всей вероятности, знание нами этого вопроса, или незнание, никак не может нам прибавить какой-то плюс к нашему спасению личному. А то, о чем здесь говорится, пожалуй, для нас и является примечательным. Вообще, сама по себе горячка была достаточно тяжелой болезнью, и толкователи, которые разбирали этот греческий термин, такие как святитель Анзлатоуст, блаженный Феофилакт, который тоже писал на греческом языке, говорят о том, что после исцеления от этой болезни, человек вынужден несколько дней лежать. Лежать в расслаблении все равно, но уже, поскольку источник болезни изъят из его естества, все-таки идти на поправку, но путем употребления определенных лекарств, особого питания. Здесь мы видим, совсем происходит все другое. Дело в том, что Христос, как только касается этой женщины, ее оставляет горячка, она встает и начинает служить им. Служить в смысле, обслуживать Христа и апостолов при трапезе. Но важно здесь, заотмечает святитель Анзлатоуст, именно намерение расположения тещи Петровой. Она была рада Христу. И вот именно эта радость о пришедшем в ее дом Христе и желание послужить ее, возможно, послужили тому, что Христос, касаясь ее руки, сразу исцеляет. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реча на через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Вот такое, на первый взгляд, и неважное замечание. Когда же настал вечер, говорит нам о том, что по всей вероятности, Христос в субботу исцелил тещу Петрову. И только по заходе солнца, когда можно было уже начинать работать, ну, в том числе носить больных, приносить к ногам Иисусовым, люди пошли ко Христу и попросили, чтобы он исцелял больных. А здесь, в данном случае, евангелист Матфей ссылается на пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Ну, вот это удивительное откровение, которое мы имеем у Исаии в 53 главе о так называемом «рабе ягве» или «об отрке страдающем», по сути дела, подтверждает очень важное церковное учение или учение Христа о самом о себе, как о Мессии страждущем. То учение, которое не приняли ветрозаветные иудеи, которые проглядели, от которого отказались. Увидев же Иисус, вокруг себя множество народа велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел», говорит ему Иисус, «лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Вот этот ученик, который пожелал пойти за Христом, куда бы тот ни пошел, мы видим, косвенно получает отказ. И самое важное разобраться, почему так произошло. Церковные учителя, рассуждая над этим местом, говорят о том, что в данном случае книжник искал определенную свою для себя выгоду. Он был корыстным человеком. Он очень быстро смекнул о том, что, находясь рядом с Христом, а Христос в его глазах, в первую очередь, будущий царь в мессианском царстве, он смекнул, что нахождение его рядом с ним даст ему возможность хорошо зарабатывать. И Христос, вот в этом ответе, «лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову», по сути дела, объясняет ему суть проблемы, которая появляется в его сердце. «Как бы так, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — «ты хочешь, следуя за мной, собирать деньги, но зная, что сыну человеческого не дано иметь даже то, что имеют лисицы и то, что имеют птицы». Другой ученик его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел в лодку, за ним последовали ученики его. В данном случае второй ученик сподобился именно призыва Христа. Он сподобился быть его учеником, правда выразил здесь одну просьбу пойти и похоронить своего отца. Но получает отказ это сделать. Почему, тоже мы можем поставить вопрос. «Ведь по всей вероятности мы не можем допустить, что Христос призывает нарушать заповедь данную Моисеем в Ветхом Завете «Чти отца твоего и матери твою». А как тогда здесь мы должны понимать отказ Христа пойти и погрести отца? Ну, Христос объясняет, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». По всей вероятности, этот ученик имел семью, у него были братья и сестры, которые могли бы погрести отца. Более того, говорят нам толкователи, что, скорее всего, отец был из неверующих. И семья этого ученика была из неверующих. И поэтому нахождение этого человека, ученика в семье среди неверующих, могла бы отвлечь его от очень важного делания, следования за Христом. И поэтому Христос здесь не учит нас не воздавать почтение родителям, а именно учит нас предпочитать самое важное второстепенному. И когда вошел он в лодку, за ним последовали женики его, и вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливо маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и море, сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Вот здесь говорится о так называемой первой буре на море, когда Христос спал на возглавии, спал, по всей вероятности, от усталости, поскольку был истинным человеком и подъял наши так называемые бесстрастные страсти. Но вот Господь попускает, чтобы на море разыгралась буря. И апостолы, которые, как мы понимаем, были опытными рыбаками, уже опускают руки. А не будет Христа и говорят, «Спаси нас, погибаем!» Господь, проснувшись и встав, говорит им, что вы так боязливо маловерные. В данном случае мы видим, что из этих слов следует очень важная истина, что наш страх, наша боязливость боязливость именно часто является причинами тех падений, тех искушений, в которые мы попадаем. А Господь успокаивает их и говорит, запретив ветрам и морю, чтобы они успокоились. Евангелие, говорит, сделалась великая тишина. Конечно, может быть, для современного читателя не совсем понятно, что удивило апостолов, но все-таки, поскольку мы знаем законы физики, знаем, что море даже без ветра, после тотчас успокоившегося ветра несколько часов все равно находится в волнении. Здесь происходит нарушение законов человеческого, не человеческого даже, законов бытия, мироздания, поскольку и ветер прекращается, и море сразу становится тихим. И люди в данном случае, удивляясь, говорят, кто это, что и ветра, и море повинуются ему. Но, по сути дела, это, конечно, не вопрос. Это уже здесь слышится утверждение, что перед людьми находится воплотившийся Господь, Бог. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гердисинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде временем мучить нас. Вдали же от них послось большое стадо свиней, и бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Он сказал им, идите, и они, выйдя, пошли в стадо свиней. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Это последнее событие. Им заканчивается 8 глава Евангелия от Матфея. Какие важные уроки из этого чуда, из этого события мы можем извлечь? Ну, мы можем сказать, первое, наверное, пожалуй, и важное о том, что человек, находящийся в состоянии беснования, не владеет своей собственной волей. Поскольку в данном случае здесь за бесноватых, за людей говорят непосредственно бесы, которые в них вселились. Они кричат, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Давидов? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Ну, вот очень важно, что бесам была открыта тайна мессианства Христа. Они называют Его Сын Божий. И в данном случае вот это свидетельство является, на самом деле, истинным. Но Христос не обращает на их слова внимания. Не обращает по очень простой причине. Он не хочет, чтобы Его преждевременно исповедовали мессии. Он не хочет, чтобы из уст бесовских Он был исповедуем как Сын Божий. Он не хочет, чтобы люди, услышав это исповедание, подверглись, можно сказать, духовному насилию со стороны бесовских уст и насильно приняли Иисуса как истинного Сына Божия, как истинного Мессию. Поэтому он прогоняет бесов в стадо свиней. Бесы просили Его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Он сказал им, идите. Свидетель Азлатаус ставит вопрос, что бесы убедили Христа поступить так? И отвечает, нет. Это сделано Христом по многим мудрым целям, говорит он. Но, пожалуй, самое важное, что мы здесь можем сказать, Христос своим всемогуществом делает так, чтобы бесы Его попросили об этом. Но премудрые цели здесь какие? Конечно, скорее всего, мы должны сказать о чем? О том, что Христос этим вхождением бесов в стадо свиное показывает, какой бы вред могли бесы нанести этим двум бесноватым, если бы их даже в этом состоянии не оберегала божественная сила. Если бы ее не было, то, наверное, бесы бы уничтожили давно бесноватых. Все стадо свиней бросается с крутизны в море и погибает в воде. А пастухи бегут в город, рассказывая обо всем, что было свистноватым. Казалось бы, люди должны были восхититься этим чудом, прийти поблагодарить Господа за исцеление этих людей. Но они приходят, эти люди, и просят, чтобы Христос покинул их пределы. В данном случае блаженный Феофилак Болгарский задается вопросом, почему они так поступают, и отвечает, что именно страсть наживы ослепила глаза этих людей. И они предпочитают земное и временное, небесному и духовному. Но, с другой стороны, на их просьбу Христос уходит. Самое главное, чтобы в нашей жизни не происходило этого, когда своими поступками, своим нежеланием исполнять заповеди Божии, мы, по сути дела, просим Христа, чтобы Он покинул пределы нашего естества. Самое главное, чтобы Он нас не оставил, а помог исправиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok